Ветеринарный биологический осмотр с рентгеном провели для двух обнаруженных без матери котят дальневосточного леопарда в Приморье. В результате работы с полуторамесячными малышами команда экспертов установила, что состояние подопечных центра реабилитации в настоящее время удовлетворительное. В ходе осмотра ветеринара оценили общее состояние диких животных, взяли анализы крови, произвели все необходимые замеры. Их вес по 3 килограмма. Котятам сделали рентген всего тела, который не выявил аномалий. Внешних повреждений и травм не обнаружено. При этом эксперты не стали рисковать и медикаментозно обездвиживать маленьких хищников, как это обычно происходит при осмотрах, а удерживали их вручную. Малышей разместили в специальном карантинном боксе, где за их состоянием постоянно, но удаленно наблюдают специалисты. В настоящее время экспертам важно следить за их развитием, отслеживать характер их передвижений в боксе. Котята уже принимают пищу. Им предоставляют специальную молочную смесь для кошачьих с поливитаминами, а также печень. Напомним, двух детенышей, самой редкой в мире крупной кошки, обнаружили и спасли на автодороге у границ нацпарка земля леопарда. Краснокнижных котят, которые совсем недавно научились ходить, отловили, чтобы они не погибли на морозе или под колесами автомашин. Вероятно, что они отбились от матери из-за высокого снежного покрова. Специалистам впервые приходится выхаживать столь юных леопардов. Не было таких случаев и с тиграми.